Всем привет! А мы в Ялте остановились специально на несколько дней, чтобы посетить заодно Айпетри. Здесь мы еще не были. Дорога на вершину ровная, хорошая, встречных машин и попутных очень мало, так как сейчас уже почти не сезон. Но серпантин немножко укачал. Также по пути на Айпетри есть водопад Учанцум. Мы туда тоже хотели сходить, но начитавшись в интернете информацией, что сейчас его в принципе почти там нет, мы не стали туда заезжать и тратить время. По пути есть на возвышении беседочка, ротонда, с которой открывается красивый вид. Кусок. Я пригласил призывник, но я пригласил, но я пригласил, но я принял. Принял, если нам было надо федерального значения, что я снять гореть не будет, ему теперь стыдно гореть. Он же теперь федеральный, это же нифига себе, говорю. Не было ни одного пожара в этом забывало. Я так, я вот прям так хотел посмотреть на это все. Мы всем их силами тушили. Если от беседки спуститься немного пониже, тоже довольно-таки красивый вид открывается на таком камушке. О-о-о, камень огромный. Здесь пожар был, да? Смотри. Горел. Да, да, да. Ну вот мужчина сейчас говорил, что в этом году ни одного пожара не было. Вот так, что, поехали дальше? Да. Мы поднялись на гору. Стоянка впереди, мы доехали до нее, она платная. Мы развернулись и спокойно поставили машину вот здесь. Если не заняты места, несколько машин влезают. Вот, мы остановились. Сейчас дальше идем, поднимаемся. Сегодня нам повезло с погодой, потому что вчера и позавчера в Айпетре вообще были прям в облаках. Не было видно эту гору. Вот, сегодня, конечно, небольшая дырка, туманчик небольшой, но тем не менее нам все видно. Вот сейчас заберемся немножечко повыше. Имейте в виду, что высоко в горах очень холодно. Ну, сейчас у нас 15 градусов. Мы из шортиков переоделись в курточки, в кофточки и штанишки. И теперь пойдем спустимся. Наверное, там впереди смотровая площадка, как я понимаю. Туда идет очень много народу. Вот мы как раз дошли до этой парковки. 100 рублей час у них тариф. С 9 до 9 рабочее время. Дошли мы до панорамной площадки. А два там тоже поедем. Как поедем? Так же ты ходишь? На вагончике? Да. А папу отправим на машине, да? Что? А папу на машине отправим? Да. Сегодня будний день, но все равно народу много. Очень много предлагают покататься на квадроцикле, на лошадях. И очень приставучие такие. Вон, кстати, даже есть верблюд. Можешь, когда лошадку будет кататься? Нет, не будем. Спасибо. Спасибо. Очень пристают со своими лошадками, фотографиями. Честно, я не люблю такие приставания. Здесь есть кафешечки. Можно перекусить, попить чай, согреться. Ну, а мы, наверное, будем возвращаться уже обратно. Думали проехаться на канадной дороге, но все-таки вернемся на машине обратно. Глянем. А это, наверное, все из верблюжьей шерсти, наверное, делается, да? Да, вот такие верблюжьи. Атомка, видите, у этого места головато. Здесь такой небольшой местный рынок. Там еще есть лошадки. Вон, маленькие лошадки. На Ялту мы все расправляемся. Ехать не надо, ребята? А здесь вы можете прокатиться. Кажется, если я не ошибаюсь, это называется зиплайн. Мы собираемся уже спускаться вниз домой, поедем, поужинаем. А теперь вы можете с нами насладиться красивой дорогой. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok